Депутат Госдумы Артём Туров Спорт снимают с карантина. В Десногорске вновь открываются спортивные секции. Баскетбол, потому что это интересная игра, быстрая игра, не игра с мячом. Мне нравится просто игра с мячом. В рамках региональной недели депутат Госдумы Артём Туров провёл встречу с молодёжью Десногорска. Молодыми атомщиками, членами Молодёжного совета, молодой гвардии и активистами города. Встреча прошла 3 февраля в местной приёмной партии «Единая Россия» в Центральной библиотеке. Сегодняшняя встреча. Мы просто на самом деле хотели поговорить, узнать, какие есть вопросы, в том числе и к нам, по тем проблематикам, которые существуют, что, может быть, нам важно, необходимо выносить на какой-то федеральный уровень. В свете современных событий участники встречи уделили внимание общению в интернете. Сегодня социальные сети – это в том числе и мощный инструмент воздействия на общественность. При этом информация в интернете не всегда достоверна и может оказаться чем-то пиар-ходом или рекламой. А так называемые хайповые новости – просто выдумкой. При этом в век цифровизации повышается актуальность волонтёрского движения. Оно становится залогом и личностного роста, помогает в развитии коммуникативных навыков, мировоззрения, личной системы ценностей. И планируется, что такой жизненный опыт со временем сможет давать определённые привилегии. Твой социальный бэкграунд, который у тебя выработан, например, за школу или институт, что он будет храниться в ИАС-системе молодёжи России, которая будет интегрирована с госуслугами. Следующий свой визит в Десногорск Артём Туров планирует сделать весной нынешнего года. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 90 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 96 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 83. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. Спорт снимаю с карантина. В Десногорске постепенно возобновляют свою работу спортивные секции. Двери в них были закрыты больше полугода. Такой перерыв стал испытанием в том числе и для юных спортсменов. Вернуться к своему увлечению ребята смогли 13 января нынешнего года. Баскетбол, потому что это интересная игра. Быстрая игра. Игра с мячом. Мне нравится просто игра с мячом. Тренировки возобновились в спортивной школе по направлениям баскетбола, легкой атлетики и единоборств. Задача спортсменов на ближайшее время – окрепнуть после долгого перерыва. А уже потом думать о новых достижениях и рекордах. Мне нравится заниматься дидо. Мне нравится заниматься тоже дидо. Тоже выигрываешь дидо? Ну да. Мы скоро будем соревнования. Нам звучат желтый полос. При этом одна из задач тренеров – создать максимально безопасные условия для занятий. Самое важное – следить за здоровьем персонала и спортсменов и соблюдать санитарные меры. В конце выпуска о погоде. 9 февраля в Десногорске пасмурно и сильный снег. Днем минус 13, ночью будет минус 16. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok